А вот сегодня только ночью закончились съемки первого шоу премьерного, которое зрители увидят 7 октября на новом канале в 20.00. Вот я такой еще уставший, но счастливый, потому что очень крутое шоу, очень. Я даже сам не ожидал от нового канала, что это будет такой высокий европейский уровень. Это покупное шоу. Был, как это называется, человек, который придумал это шоу, он из Голландии, он прямо был на съемках, подходил вчера к Калиденко, жал руку и говорил, very, very nice, very, very sexy. Типа, я крутое. Очень красивая декорация, ведущая Маша Ефросинина, похудевшая красавица. С такими потрясающими ногами, что я Маши не узнал. Оказывается, ее год не было в эфире, я даже не заметил. Похудела в два раза модель. Я сказал, что Маша Ефросинина модель. Обалденное жюри. Вячеслав Манучаров, это артист большой разницы, Москва. Это артист кино, эстрады и телевидения. Это наша певица-дива, оперная дива, Елена Гребенюк. Моя любимая телеведущая Оля Фреймут. И народный артист, по-моему, народный артист СССР, Юрий Гальц. А в команде четыре мальчика, четыре девочки. Вы знаете, да, кто это? Не знаете? Вы ничего не знаете еще? Из мужчин это Родригес, Тимур Родригес. Это внук Алла Пугачева, Никита Пресняков. Это Александр Кривошапка, Дима Клиненко. А из девушек, Надя Мейхер, экс-Виагра. Надя Дорофеева, группа «Время и стекло». Ирма Витовская, актриса кино и телевидения. И четвертая, московская актриса, Настя Кознадорожная. Вот. Кого я продирал вчера? Вы видите, видите, я бороду сбрил. 22 года не брил, меня не узнать, я даже очки не снимаю, потому что я страшный. Ваши поклонники вообще тут отмечают, что вы перевоплотились и похудели. О, а теперь я поправился, потому что мне надо было быть персонажем, мне надо было быть легендой. Кстати, он из Донецка. Я был народным артистом СССР, уже можно это говорить. Я буду Кобзоном, 7 октября в эфире, я буду Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Представляете, что это такое? Какая-то глыба. Я лично получил благословение, у него я подходил к нему за кулисы Дворца Украины, у него сейчас большой тур по Украине. На юбилейник. И меня подвели к народному артисту, я попросил у него разрешение его спародировать на 3 минуты побыть хотя бы немного Иосифом Давыдовичем. И он сказал, будьте, пойте. А я говорю, можно я буду артистом? Он говорит, будьте. И вот Вячеслав Ванучаров сказал, что я третий артист, который получил благословение от Кобзона. Первый это Филипп Киркоров, второй это Коля Басков и третий Дима Калиденко. Вам не страшно было? Мне не страшно было. Было большое волнение, потому что я очень уважаю этого человека. Во-первых, я фанат его. Я посидел на концерте же у него в Украине. Пришли все. Даже наш президент Леонид Данилович Кучмак был в зале, с женой, и Пинчук, с Леной. Все. Весь депутатский корпус. Ну я же был красивый, черные рубашки, в галстуке, в пиджаке, в очках, с чемоданом. Как депутат был. Я волновался, потому что я очень уважаю, я фанат, я не скрываю. Там одни хиты, я же вырос на этих песнях. И День Победы, и не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, с Муглянка. А у нас во дворе. Потому что, а с 17 мгновений весны. Это потрясающий концерт, это потрясающая, это легенда. Он самый главный из артистов. А потом уже идет и Филипп, и все-все-все. Ну, вам, вы сами как ощущаете, удалось? Посмотрите, я тайну всем не рассказываю. Тайну. Я тайну не рассказываю.